Добрый день, уважаемые читатели! Мы хотим познакомить вас с замечательной книгой «Растительный мир в картинках» для чтения взрослым детям старшего дошкольного возраста. Эта занимательная книга-энциклопедия с яркими иллюстрациями и самыми интересными фактами из жизни растений не оставит равнодушными ни одного ребенка. Она поможет подготовиться к школе, расширит словарный запас и кругозор, разовьет фантазию. Какие растения умеют путешествовать и предсказывать погоду, а какие лучше обходить стороной, у кого растения едят и есть ли среди них паразиты? Растительный мир в картинках поможет юным читателям узнать ответы на эти и многие другие вопросы о цветах, деревьях и травах, познакомиться с их внешним видом, местами обитания и даже обычаями и повадками. Ответы на самые разные детские вопросы о зеленом мире представлены в виде увлекательных рассказов. Они помогут прибудить у малыша интерес к знаниям об окружающем мире, а яркие цветные фотографии и забавные рисунки превратят процесс познания в увлекательное и незабываемое путешествие. Яркие и праздничные цветы украшают улицы и площади городов, но особенно много их в садах и около наших домов. Известно ли вам, как все эти цветы называются и откуда они родом? Астра в переводе означает «звезда». Первые астры попали из Китая 300 лет назад. Такие привычные нам бархатцы – мексиканцы по происхождению. Испанские колонизаторы заметили, что там, где они встречали эти цветы, позже обнаруживали залежи драгоценных металлов. Оказывается, многие народы используют бархатцы в пищу как пряность. Из них делают также духи и успокоительные лекарства. А календула, или в простонародье ноготки, считалась магическим растением – цветком-талисманом. Верили, что перед тем, как предстать перед судом, достаточно положить в карман хоть один цветок календулы, и можно рассчитывать на снисхождение зудей. Древние славяне называли кувшинку «адолень трава» за ее магические свойства. Они верили, что кувшинка излечивает от многих болезней и оберегает от бед. Листья цветка богов лотоса сверху покрыты восковым налетом, и вода скатывается с них, как капельки ртути. Лотос считали священным древние египтяне, китайцы, индусы. Он олицетворял мудрость, красоту и силу. Из лотоса изготавливали муку, крахмал, сахар и масло. Цветок лотоса живет только 4 дня, ежедневно меняя цвет. Не только у каждого человека, но и у целых народов есть свои любимые цветы. Самым почитаемым цветков у древних римлян была фиалка. Маками в Англии в день памяти погибших героев украшают окна домов. Лилия – цветок Франции, ее символ. На королевском гербе этой страны были изображены три золотые лилии. Особой любовью Японии пользуется хризантема. Она изображена на гербе и государственной печати Японии. Высшей наградой этой страны является орган хризантемы. Откуда же у цветов такие имена? Древние греки и римляне очень любили давать цветам имена в честь героев, мифов и легенд. Всем известен, например, миф о прекрасном юноше-нарциссе. Белоснежная же лилия родилась из капли молока богини Геры, супруги бога Зевса. Айрис означает «радуга» и назван в честь древнегреческой богини радуги Ириды, спускавшейся на землю, чтобы возвестить людям волю богов. Согласно древней традиции, японцы украшают ирисами свои дома в честь мальчиков 5 мая. Цветы действительно умеют удивлять, ведь по ним можно даже узнать время. Но пользоваться цветочными цветами удобно лишь в ясную солнечную погоду. В пасмурные дни и перед переменной погоды живые цветы могут и обмануть. Растения могут лечить Древнегреческий врач Гиппократ описал 236 лекарственных растений, которые применялись в медицине в его время. Сейчас таких растений известно более 12 тысяч. Например, из Ландыша готовят легарства, помогающие работе сердца. Считалось, что и земляника помогает от страданий сердца и делает его веселым. Это одна из самых полезных ягод. Для появления современных лекарств она считалась лучшим средством от различных болезней сердца. А чай из высушенных листьев земляники пьют при простуде. Но среди таких милых, казалось бы, цветочков могут попадаться и очень опасные. Например, лютик очень ядовит. Не стоит собирать его в букеты и плести из него венки. Он выделяет едкий сок, который может вызвать ожоги. Молочаи, которые растут в наших лесах, называли когда-то бесовым молоком. Если такое молоко случайно попадет в глаза, человек может лишиться зрения. А человек, пожевавший листья или плоды белины, буйствует, мечется, словно ему что-то мерещится. Так возникло выражение «белины объелся». Все части белины чрезвычайно ядовиты и даже приближаться к ней опасно. Белина издает резкий, неприятный запах. А вы знаете, какой овощ на нашей планете встречается чаще всего? Это лук. В диком виде лук растет по всему миру. И только в Австралии его нет. Его остатки находили даже в гробницах египетских фараонов. Египтяне считали лук большим лакомством и ели его только по праздникам. В средние века головки дикого лука носили в мешочках на груди и простые воины и рыцари в латах. Согласно поверью, такой амулет предохранял их от стрел и мечей. Помидоры же впервые попали в Европу из Перу. Европейцы называли их золотыми яблоками. Почему золотыми? Потому что помидоры в природе бывают и красными, и желтыми. И сначала к нам попали золотисто-желтые плоды. А вы знали, что помидоры – это фрукт? Растения, у которых в пищу употребляют не плоды, а листья, стебли и корни, являются овощами. Помидоры, хотя их тоже считают овощами, на самом деле относятся к фруктам. Любимое дерево русского народа – березка. Но также почитали и рябину. Считалось, что рябина защищает человека от всяких бед. Поэтому ее очень любили сажать перед домом, как символ счастья и мира в семье. А древесину тополя используют в строительстве. Из нее получают картон, фанеру, пластмассу и даже искусственный шелк. Много удивительных деревьев произрастает в Австралии. Например, эвкалипт. За одни сутки эвкалипт выпивает воды в 10 раз больше своего веса. В отличие от наших деревьев, осенью с эвкалиптов опадает на листва окора. А знаменитые медведи коала питаются только молодыми листьями эвкалиптов. Поэтому нигде, кроме Австралии, они обитать не могут. Достопримечательность океании – хлебное дерево. Вечно зеленое растение, внешне похожее на дуб. Сок его используют как клей. Из корней изготавливают лекарства. А из прочных крупных листьев – шляпы. Но самую большую пользу приносят его, похожие на ананас, плоды, весом более 20 кг каждый. Их едят сырьями, варенными, но чаще пекут. Плодоносит хлебное дерево в течение 70 лет и может прикормить семью из 4-5 человек. А в лесах африканского государства Уганда встречается колбасное дерево. Свисающий свой веток плоды весом до 6 кг каждый по виду напоминает колбасу. Из них местные жители делают посуду и желтую краску. А из коры дерева – лекарство от многих болезней. В странах Южной Америки можно встретить целые рощи молочных деревьев. Плоды их несъедобны, но они ценятся за их молочный сок, который вытекает, если надрезать кору. Сок жирный, сладкий, питательный, как настоящее коровье молоко. Удивительное дерево растет на полуострове Флорида. Если растереть его созревшие плоды, то образуется пена. Местные жители используют их вместо мыла. Первыми в мире калоши стали носить индейцы, обитавшие вдоль реки Амазонки. Для этого они использовали натуральный каучук – дерево гивея. Сделав на дереве надрез, индейец подставлял ногу под струю кусока гивеи. Сок быстро застывал, и калоша легко снималась с ноги. С 18 века калоши привезли в Северную Америку и Европу, где они очень дорого стоили. Семена растений могут путешествовать с помощью человека, животных, воды, ветра и благодаря собственным усилиям. Например, у чертополоха есть для этого специальные колючки. У плодов клёна, березы и вяза есть специальные крылышки для полета. В Южной Европе встречается сорняк – бешеный огурец. Стоит только слегка прикоснуться к его созревшему плоду, похожему на огурчик, как он отскакивает от плодоножки, а через образовавшееся отверстие из плода фонтаном бьет смесь семян со слизью. Бешеный огурец может стрелять более чем на 12 метров. А вы знали, что растения могут предсказывать погоду? Например, при ясной погоде в желтых цветках акации нектара мало, а перед ненастьем она выделяет много сладкого сока, и к ней слетаются множество насекомых, полакомятся. А полевой венок перед дождем закрывает свои забавные агромофончики. После увлекательного путешествия в мир растений обязательно загадайте своему ребенку загадки, которые находятся в конце книги. В землю зубочек, из земли клубочек, лук брат, всяк ему рад. Все детки на ветках, с рождения в беретках, с дерева упадут, береток не найдут. Золотой и молодой за неделю стал седой, а денечка через два облысела голова. Приятного вам прочтения и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова